Не пристегнулся, забыл. Какие претензии ко мне? Вы ко мне обращаетесь? Машина выезжает. Вы ко мне обращаетесь? А, ну удостоверение тогда... Представляете, удостоверение. Да, пойдемте там. Никуда не пойду, давайте удостоверение на месте. Удостоверение на месте. Документы ваши можно? Удостоверение ваше, вы кто? Мы не решаем. Руки, руки от меня убрал. Уберите меня, пожалуйста. Уберите меня, пожалуйста. Нет. Зачем вы меня задержали? Службу принятых может позвонить. Слушайте, группа укреплялась. Участковку полиции. Да. Неужели это так дела решаются? Слушайте. Я вам покажу. Опять? Опять? Я вас отпустили. А, меня не отпустили. Заканчиваем. Приказы ДСПшного министерства. Видеосъемку заканчиваем, пока я не доброва высказываю. Что делать? Я вам еще раз говорю. Заканчиваем видеосъемку в помещении ОМВД. ОМВД. Я не уверен. Вот и все. Я вам еще раз говорю. Заканчиваем видеосъемку. Заканчиваем видеосъемку. Заканчиваем видеосъемку. В помещении ОМВД. Заканчиваем видеосъемку в помещении ОМВД. Заканчиваем. Заканчивайте. Съемку в помещении ОМВД. На улице вы можете снимать все что угодно. В помещении дежурной части. Я скажу можно? Да. Говорите. Я закончил видеосъемку. Смотрите. Я вам верю. Смотрите. Закончил. Но я считаю ваши требования. Это требование было? Да. Это требование было. Я считаю ваши требования незаконным. Я его буду обязательно обжаловать. Владимир Викторович. Владимир Викторович. В помещении. Объясни. Я еще раз говорю. Заканчиваем видеосъемку пожалуйста в помещении ОМВД. Я с вами разговариваю. Это режимный объект. Заканчиваем видеосъемку. Вы сейчас обратились ко мне? Да. Я вам требую. Я начальник дежурной части. Я как должен догадаться. Владимир Викторович. Документы ваши. Покажу. Видеосъемку заканчиваем. Документы ваши. Одиннадцатый прекрасный ОМВД. Отменили. Одиннадцатый прекрасный ОМВД. Кем он отменил? Кем он отменил? Кем он отменил? Вашим руководством. Скажите мне пожалуйста. Верховный суд. Да. Когда рассматривал это в феврале. И до прошлого года. Ваш господин Колокольцев отменил его вместо свидания. Да. 59-й это другая история. Ну и что? Вот и все. И что 59-й? Что? Что? Я имею право снимать. Да. Там же это не стенды для меня. Хорошо. Вы заходите. И с МХГ, когда мы к вам приходим, у нас все порядок. Вы сейчас смотрели заходите. Я не захожу внутрь. Я с вами здесь разговариваю. Вы сейчас. Документы ваши. Мои документы. Ваши. Покажите. Документы. Вы ко мне обращаетесь. Хорошо. Очень плохо ко мне обращаетесь. Да. Я хорошо к вам обращаюсь. Очень плохо. Сейчас принесу очень. А у них документы еще находятся здесь? Да. Замечательно. 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 Данный гражданин, который не предвел никакого удостоверения, пообещал, что если я сейчас не выключу, просто отберет у меня видеокамеру. Поэтому я сказал, что я... Ну, из полиции. Да, да. То есть здесь уже лучше, да? Правильно. Сейчас, секундочку. Я просто заявил ему, что... Хорошо, я выключаю видеокамеру. Он убедился, он мне поверил, что я выключил. Но я начал ему заявить, что ваши требования или просьбу буду обжаловать. Говорю, представьтесь, кто это. Усерене не показал. Ну, сказал какую-то фамилию. Да. После уже требований, после камеры выключил. Поэтому МВД по району Черемушки. Мы сюда, конечно же, еще раз заглянем. Проходите. Представитель защитники. Все? Все идем? Мы не проходим. А, не проходим. По конкурсу? По фейс-контролю. Майор полиции Кочетков, Роман Геннадьевич. Да, Роман Геннадьевич. Очень хорошо. Я прошу вас прекратить съемку в помещении дежурной части. В дежурной части я не буду прекращать все. Почему? Потому что здесь помещение для меня. Для вас помещение здесь. Да. Я там снимаю что-то? Я там снимаю, а вы какие ко мне претензии определили? Вам никаких. Просто если вы туда пойдете... Я знаю. Я каждый год вас проверяю от месяца МГГ. Я что-то вас не раз увидел, вот честно. Правда? Я вас не раз увидел. Заходите. Вопросов нет. Спасибо. Что случилось? Я просто... Иди, не занимайся. Коллега из нас из соседнего... Хорошо, ты куда идешь? Коллега журналист из соседнего издательства. Прошел к вашему причине. Сделано замечание. Они обиделись и решили его доставить сюда. Вот, кстати... Где это был? Где это был? Сбербанк, Черемушка. А что там произошло? Поясните, пожалуйста. Ничего страшного. Изначально ничего страшного. С каким требованием? Подошли вы к сотрудникам полиции? Что вам понравилось в своих действиях? Я поясню немножко. Вот, кстати, да. Я находился там. Значит, у нас там было мероприятие по угрозе. Да, угрозы. Мы потом с вами поговорим, кстати, по этому поводу. Да. Гражданин подошел к нам, стал снимать профессиональные документы. Попросил следователя. Она его раз сказала Гражданину Т-10, два сказала Гражданину Т-10. Гражданин как? Кувалдина. Как им? Колдина? Кувалдина. А почему она мне не сказала, что она вообще полицейская, что у нее ни нагрудного знака, не представляется? Как я мог понять, что это в принципе? У сотрудников следствия, извините, нагрудные знаки не предусмотрены. Они не обязаны. А, ну хорошо. Не являются. Хорошо. Но когда она начала говорить, что полиции-то являются? Они не являются, они не являются, они не являются. Так же, как и внутренняя служба, у них не предусмотрены нагрудные знаки. Ну хорошо, а после этого что произошло? После этого, Гражданин... Нет, подождите, вы ушли. И отошел. Давайте я расскажу, что без вас было. Хотите? Ну, я вам уже рассказал. Поделитесь. Поделитесь. Смотрите, следственная оперативная группа отъезжает, не пристегнутая. Я им просто делаю замечание, а вы еще и не пристегнулись. Ну, потому что сначально они вели себя грубо, по-хамски. Мадам вела себя... Следователь. Мадам. Мадам. Не могу по-другому назвать. Не могу по-другому, да. То есть, они останавливаются. Это все дворовая территория. Вы понимаете, Сбербанк, да? Я продолжаю просто фиксировать на видео оборудование. При этом я показываю, говорю, вот я сейчас звоню 102 и просто хочу уточнить, что вы тут вообще делаете, потому что еще мы с вами, если хотите, поговорим о том, что это было в Сбербанке, там было веселее. Так вот, ну и после Сбербанка. Так вот, они останавливаются и говорят, никуда не уходи, сейчас за тобой приедут. Говорю, основание чего? Говорят, все, стой, стой, стой здесь. Я стою, я сам звоню в полицию. Заявляю им о том, что, ну, там вот они правонарушения, раз уж я решил. Во-вторых, я сообщил, что, возможно, сейчас будут противопарные действия полицейских. И это все по 102 передал. Не знаю, до вас там довели уже, нет? Ну, я думал, как же уже пришло давно. Вот. То есть, с моей стороны, все выполнено. Ну, не похоже, что преступник, да? Который стоит, не убегает, сообщает в полицию. Я сказал, что преступник. Не, ну, просто у меня и преступник. Я давно знаю. Ну, экстремистской литературы при себе не нашел. Так вот, смотрите, никуда не уходи, приходит товарищ участковый, и дальше рассказываете вы. Жене препятствовал проездовому служебному служебному службу. Как? Стоял перед ним, списывал номера машины, сигналил. Ему сторонник полицей сказал, отойди. Сказал, я не отойду, потому что у вас нет на борту номера телефоновой части. Я ему неоднократно не сдавал. А там только он доверил. У вас правда память плохая? Или вы просто начальнику врете? Нет, подожди, я держу. Вы начальник? Нет, подожди. Все равно, да. Я не понял. Вы старшему позвоню врете или у вас память плохая? Вот у меня сейчас вопрос. Замечательно. Просто я не помню. То есть врете? Я не помню просто от этого своего рождения, но так нормально. Ну, хорошо. А тогда я не буду говорить, как оно было. Давайте слушаем вашу версию, действительно. Я подошел, представился. Представился. Подождите. У вас уже снято, правильно? Да. Вы же не в суде. Здесь можно правду память. Ну да, если там у нас тоже видеосъемка здесь выходит. Сложно получить. Доступа у нас нету. Я знаю. Да мы знаем. Я просто раз попросил у вас предъявить документы. Вы мне что сказали? Вы мне попросили предъявить документы? Да, чекашки на тебя будут проблемы. Откуда я знаю жвачка? А, да, да. Вы сказали, что вы. В развернутом виде. Я правда так сказал, что у вас будет проблемы. Да. Ой, вы мне еще дальше такое сказали. А давайте послушаем. Может быть 319 будет действительно, давайте. Может быть. Ну давайте послушаем. Дальше я вас проводил в заслужении. Не, не, меня. Что я сказал то вам? Вы отказались? Нет, нет. Это да вы мне такое сказали. Вы выбирали, давай разберемся на месте. У нас малость. Войди,icos. Ну так не важно. Я говорю, давайте разберемся на месте. Зачем вы меня куда-то тащите? Давай разберемся на месте. А, вы имеете ввиду? Вы имеете право на месте ставить? Вы не знаете кулач это. Подразумевали под этим что ли? Я не знаю что вы вы хотите. Я, я вам у, я вам пояснил после этого. Там документы вам что вам нужно? Я говорю, давайте на месте решим этот вопрос. Был такой? На месте решим с вами вопрос. Да. Ну как, на месте правонарушения... Вы же должны составить этот план, который вы не имеете право, я все отриваю. Я могу это составить в помещении дежурных частей. А можете на месте? О, где черемушки? Дежурных принесений в участковом полиции. Я не имею с собой бланков. Ваши проблемы переложили на мои плечи, получается. А вот тут нужно надеть на такие помещения, чтобы у вас есть саду, нет саду. Поэтому я приводил его в участковую полицию. А как вы меня припроводили, расскажите. Майор. Кремив вам физическую силу. А зачем? А зачем? Отказывайте, пройти самую чудесную фичуру. Отказывался, пожалуйста. Вы сказали, я тебя не знаю, и с тобой никуда не пойдем. Дословно. Ну, не дословно. Зачем вы говорите дословно, если все равно потом... Я советую меня применять? Ну, к сожалению. Он еще мог, к сожалению. Ну, привычка, привычка избавляться от них потом. Не, Роман Галин, человек просто хотел, чтобы я посадил его на бутылку и выявил с него показания. Зачем? Я говорю, он в свой раз сказал, зачем вы много столько говорите? Это снято, зачем вы сейчас говорите? Нет, это замечательно, что снято. Зачем вы на себя наговариваете? Нет, я прошу вас тогда предоставить эту видеозапись. Да и предоставлю. Нет, давайте вместе. Совсем из контекста все выдергиваете. Нет, давайте все послушаем. У него есть видеозапись. Да, да, да. Давайте. А давайте органы дознания это будут делать. То есть... Зачем? Я сколько раз сказал? Зачем вы это говорите? Все, я не понимаю. Вот вы, вот были два маленьких правонарушителя, ну, относительно. Зачем вы вот это все творите и продолжаете сейчас вот? Я вообще не понимаю. Я просто сейчас еще чуть-чуть... Мы уже вам что-то говорили, что у него есть редакционные задания. Он в 16 часов должен быть в другом месте. Должен был быть уже. Сейчас, сейчас это уже 144, это уже уголовная. Понимаете про кипассу? 28 часов. Зачем вы это делаете? Вообще непонятно. У него отмиссатика, окей. Он там, если надо будет, он давно хочет уже. Нарвать. А зачем вы-то себе уголовку? Вы 26-ю наговорили, столько всего наговорили. Поксим, закрывай, я наоборот открыл. 24-ю. Я тут здесь творим, я похищение. Я же здесь стою. Я сейчас... Давайте, я отойду, чтобы вы контролировали. Контролируем. То есть вот на ровном месте, я говорю, такие приключения себе установить. Зачем? Просто люди не пристегнулись. Им подошли, сделали замечание. Все. Надо объяснить, что изначально у вас конфликт был уже, когда они уезжали, или в самом помещении еще в Сбербанк что-то было? Нет, нет. Где вы встретились-то вообще изначально? Ну, я был в Сбербанке. Вы были в Сбербанке, да? А потом я не хочу вам сейчас рассказывать, потому что... Такие вы штабы не было. Тоже сразу были? Он вам свою версию расскажет, а потом я с вами могу сходить. Я просто буду на объяснение. Потому что мне нравится, как мое вот это вот все, это все дело происходит, поэтому у вас будут две версии, и вы будете... Нет, просто мне интересно, как вы вообще состыковали. Интересно, интересно, да. Согол. Вот я не знаю. Вот видите, я снимал... Это первый раз, кстати, да? Первый раз озвучена версия, что я снимал какие-то процессуальные документы, да? До сих пор не было такой версии. Что за процессуальные документы? Протокол осмотр места происшествия. Что? Протокол осмотр места происшествия. Протокол осмотр места происшествия. А-а-а. Я его снял. То есть у меня на видеокамере есть, наверное? Я не знаю, без камеры там другие. Как я снимал без камеры? Я не понял. Протокол осмотра, где находится в Сбербанке? Следователь на руках. Так он, ой, следователь где в Сбербанке находится? А на каком расстоянии отслед... В этой машине или в окошке? В дур-дур-дур. Я согласен. Когда-то пошли в крайность уже в каких-то. Я понял. Извините, пойдемте, я послушаю ваши первые слова. Нет, я хочу потом. Ну, когда вот это будет письменно изложено... А, так я же все равно читать это не буду. Он будет начальнику доказывать. Ну, он это и злодик. И потом вам просто как для интереса... Нет, я это читать не буду, конечно. Ну, зачем тогда я буду говорить? Он все. Конечно. А то потом, когда я скажу, на бумаге будет то же самое или ничего не будет. А, я понял. Сначала да. Ну, зачем обличать это? Как бы вам закаху не себя. Нет, просто вы мне рассказали, что-то скажете по поводу... Грозу. Нет, я такого не говорил. Что-то весело. Да, да, что-то весело. Я говорю, что он находился, там был грозы. Я отдельно потом расскажу про эту историю. Вот, вот. Да, как они отрабатываются. А, как они отрабатываются. Я думаю. Ну, вот понял же, о чем я. Нет. Потому что я присутствовал, рядышком он там говорил. Он описывал ситуацию, что происходило. Ладно, я немножко вам расскажу, чуточку. А я стою рядом. Я ему прямо говорю, да что ж вы врете-то так. А я видел, как все происходило. А он по телефону кому-то просто... Говорит, то-то сделано, то-то сделано. Говорит, да вы же ничего этого не было. Вот, что было. И они все на меня обиделись. Ну да, наверно. А со мной-то что теперь? Сейчас посмотрим. Я только, ребят, вот, ну что без обид, а? Просто вот здесь съемка. Остальное? Нет. Ну нет. Мы не согласны. Что здесь съемка? Ну что здесь съемка? Мы не знаем где. Некоторые люди за это уже много отсидели, чтобы дать понять, что это можно. Конечно. Что до верховного сна должна быть. Здесь снимать можно? Ну можно. Ну можно. Во-первых, здесь какого? С той стороны можно. С той стороны можно. Ну да. Ну здесь можно. Может быть, да. Хотя с той стороны такая же. Просто очень похоже. То же самое, да? Как будто дежурка просто. Здесь сегодня на задержании и камеры под 91-м. И КХО. Так что с той стороны, да, вопросов нет. А 91-м у вас не выйти? Ну, прежде сначала здесь, а потом-то уходят. Увозят в УВС, собираются. Материал уже здесь, здесь. Алёна. Почему интересно? На опорном пункте вообще ничего не хотел составлять, да? Ну это уже… Ну ладно, ну это… Нам-то куда? Трекция, кто? Слушайте, сейчас я пробую. А, нет. Да. А, у вас что тут? Нет. Я не знаю. Он вообще установит. Нет, нет. Именно с вашей. Это мои защиты. Там еще, вроде. Нет. А, ну нет. Это, кстати, может быть? Может быть. 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 Да. Я еще не дал отбой. Поэтому… Волна как бы… У меня только единственное, что в помещении. А там на улице с той стороны по этажам вопросов нет. Здесь просто декорирование помещения. А там все остальное. Вопросы. Никаких не имеют. Обыватели, мы уже с вами общались. Ну, как бы. В полиции мы уже тесно общаемся. Ну, это единственное, что он ни разу не видел. Хотя, говорит, где Яша, на Сливов сидит. Ну, ни разу не видел. На Сливов. С господином Александром Украинским. Украинский. 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 Ну, он же его кричит. И когда Евгалимов Нашим начальником совершенно честным образом, когда он проиграл проехал, он отдавался за всех. Он ездил в основном. А, это наши люди. Мы ездили проверять. Все туда жалили. Это наши люди, да, я подтверждаю. А, больше? Один из наших людей. Нет, сейчас много. Если бы быстрее, то, конечно, будет их уменьшиться. А как вы по порядку, да? Здравствуйте, коллега. Здравствуйте, коллеги. Вы и здесь тоже будете, да? Да. Прессы здесь осматривают, прессы. А вы кинетой, да? Вас вызвали, да? Начальник полиции уже понял, что конкретно он глупый. Вот сидит инициатор, который вот... А его камни известны? Все уже известно. И его, и мои, и не знаю... К сожалению, он очень много уже набрал на камеру. И продолжал наградить, когда ему говорили, что не надо. Я ему в машине говорю. То есть можно уже подавать иск? Какой иск? Я не знаю, мне жалко. А давайте, пока мы стоим, делать нечего, дайте я вам историю расскажу. Мы едем в машине. Я говорю, я здесь родился. Я родился в Черемышках. Не секрет будет пускай. Живой Строгенов, паспорт снова знаете. Он говорит мне, а я знаю многих участковых Строгенов. Групко. Я говорю, назовите самого лучшего. Я говорю, самого лучшего не буду, вы как можете не ответить, да? А самого лучшего. И он называет ей фамилию Лапиков. Не слушает нас, да? Слышишь, слушаю. Слышишь? Закрой немножко. А, пускай, слушай. Пускай по основной степени вины. И он называет ей фамилию Лапиков. Я просто... Как это? Между прочим, у нас есть 30 лет сейчас человеку участкового работа. Нет, нет. Это просто про Лапиков. Посмотрите, это Лапиков. В 2008 году в сентябре в пьяном виде убил его женщину на переходе. Проехал на Красный и протаранил толпу пешеходов. В Москве пьяный полицейский на личном автомобиле совершил серьезное ДТП, в результате которого пострадали две женщины. Сейчас они в больнице. Подробности в репортаже Татьяны Прокуратовой. Эту видеозапись сделали очевидцы сразу после ДТП. Пока одни снимали, другие рассказывали инспектору ДПС, как автомобиль «Жигули» сбил двух женщин на пешеходном переходе. Пострадавших сразу доставили в больницу. Но люди расходиться не стали. Их возмутило то, что от водителя, который был за рулем в момент аварии, пахло алкоголем. Вы будете проходить местное свидетельство на месте? На месте не буду. Я готов против. Я вас спрашиваю при понятых. Вы на месте будете проходить? На месте нет. Позже стало понятно. Водитель, к тому же, является действующим полицейским, участковым и полномоченным. Вот он подписывает документы об отказе от медосвидетельствования. Бери камеру. Руки убрала. Я отошла. Я с этим камерами. Здесь нарушение. Я имею право снимать нарушение. Возмущенный голос за кадром, предположительно, принадлежит жене участкового. Само ДТП произошло 8 августа. Но известно о нем стало только сейчас. После того, как муж одной из пострадавших рассказал о происшествии в социальной сети. Мужчина боится, что полицейский сможет уйти от ответственности. Его девушка до сих пор находится в больнице. Левом носа. Трясение. Звук. Очеки вошли на лице. Вторая пострадавшая уже дома, но все еще находится на больничном. Узнать, почему участковый сел за руль в нетрезвом виде, мы решили у его коллег. Но разговора не получилось. Все интервью вам может предоставить пресс-служба ГУД. Понятно. Либо ВВД по СССР. Но вы знаете, что произошло? Догадываюсь. Понятно. Он сейчас работает? Нет, он не работает. Старший лейтенант полиции уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. И понесет установленное законом наказание. А ряд его руководителей будет привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Ага, у него все вообще. Владимир Викторович, когда вы родились? Дай еще раз. А что это у вас? Рапорт отставления. А что, можно? У вас бумаги нет, что ли? Нет. Пол бумаги есть. А, можно почитать? Да, конечно. Слушай, молодой куда-нибудь на автосоюз. На сети Владимир Викторович. На сети. Доставни. Серемушки. Действительно, 19-3 часть. Первая. 19-3 часть первая. Классика. На бубочки. Ну, я хотел защитников поинтересоваться, куда он убежал. На курить, прошу. Ну, сейчас, в туалет документ уже. Требуется моя дата рождения. Ну, да, я, наверное, от всего откажусь. Я имею права от вопроса мне не говорить? Все, так и будет. Хорошо. Да, ладно. И без даты прописки надо было. Смотри, сейчас следует... Паспорт. Зачем? Я здесь, а? Держи паспорт. Нет. Ну, нет. Я ж вам прицел, я тебе отзываю. Спасибо. Спасибо за службу. Девушку на улице не переставайте, пожалуйста. А вы девушка? Да, представляете, да. А можно? Так познакомимся, чувак. А можно? Нет. Можно ваш телефон дежурной части? Мне нужно оставить вашу личность. Ну, вам нужно для какого... В рамках чего? Не слышно. В рамках составления административного материала. По какой статье? Статье 19.3. Очень хорошо. Ну, тогда мы, конечно, сейчас адрес вам скажем. Нет. Что? Дату времени рождения? Говорим? Говорим. 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 Подожди одну секундочку, ты камеру включил? У меня не разрешают. Нельзя здесь. Не, ну как? Мы должны... Это что? Объяснял вот ваш... У нас административная процедура, да? Аудио можно? Я вам объясню. Видео. Видео. Все. Аудио. С учетом того, что здесь камера, нельзя. У нас, если что, вот. В округе вам предоставят углубодотворение. Это только по запросу через УСБ. Ну, понимаете? Здесь скатегорированные помещения. С той стороны, да, вопросов у вас просто... Давайте, знаете как, вы сошлетесь на нормативно-правовой акт, на какой-нибудь, которым запрещено, и мы тогда выполняем ваши требования. Если нет, тогда давайте я сейчас включаю видеозапись, и меня тогда по 19-3 позже. Я не хочу вас. Смотрите, сейчас ведутся процессуальные действия. Какие? Он спрашивает, да, это процессуальные действия в рамках административного производства. Это процессуальное действие нужно заснять обязательно на видеокамеру, чтобы мы в суде сказали, смотрите ваша честь. У нас вот такие-то, такие-то процессуальные нарушения. Вот сидит майор, он уже нарушил. Я ему не буду подсказывать. Но нам надо это зафиксировать, понимаете? Как мы... У тебя есть рапорт. В чем проблема? Задаешь вопрос. У нас даже... У нас даже... У нас даже... Паспорт и рапорт. У рапорта нет. Почему его нет? Это чья проблема-то? Его? Или того, кто рапорт составлял? Я много раз предъявлял. На меня составлял какой-то протокол, копию, мне не дали. Я требую сейчас копию. Дайте мне, кстати, копию. Человек не понимает, вы только что объяснили ему, что у него оказывается возбуждена еще даже неизвестно какая часть статьи 19.3. Он ничего не знает и в рамках... Часть первая. Часть первая. Ну, хорошо. Вы хотите отобрать у него в рамках этой статьи какие-то объяснения, правильно? Нет. Число месяц в отношении. Ну, это же... Я могу сказать. Вы хотите его опросить. Хотите его опросить не просто же так, а в рамках административной процедуры, верно? Не просто так опросы. Итак, вы начинаете опрос. Включи камеру. Нельзя. Включи камеру. Включи камеру. Все проще. Все проще. Вот этот вот... Виталий... 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 Там есть это самое... У него протокол задержания. Что он составлял? С паспортом. Он по-любому туда написал дату рождения. Да, кстати. Ну, в общем-то... Да. Вы хотите произвести опрос, товарищ майор? Давайте, в рамках административной процедуры... Он просто хочет помочь своему товарищу составить рапорт. Я не знаю, при чем тут Владимир... Не рапорт. Он чтобы занести... Вот смотрите, видите... Он по рапорту... Он по рапорту же хочет... Книга доставленных вносит число месяц года рождения. Он ему ничего не забыл. Два часа уже прожил. Ну, какие-то документы и все. Ну, хотите произвести опрос, товарищ майор, проводите опрос... Объяснение снять, что у него будут брать часы роман. Да. Не, ну... Протокол нет. Место проживания там... И что ли у него там спрашивают-то? А там надо число московодорожение. Там по базам выскочатся сразу. Он указывал в протоколе этого. Он за ним говорит, что нет число московодорожения. В смысле, нет. Он переписывал вот такс-паспорт. Это не просто... Он не переписал, что ли? Ну, зачем мы будем... Если вы не идёте на встречу граждан... Ну, хорошо, не вы. Не вы. Вот я покажу. Вот вы не идёте, да? На встречу граждан. Почему мы к вам должны с распространениями объятиями бежать и всё помогать вам? Когда вы хотите меня чуть ли не по уголовке посадить? Ну, были такие у вас там эти? Не, я думаю, надо просто... Может, какого-то специалиста вызвать, чтобы память ему установить уже паспорт, видел? Ну, старшего участка... Да. Может, паспорт сейчас установить ему в память? Да. Я просто не знаю. Как так? Он три раза его видел, этот паспорт, и он не перечисал, да? То есть что? Что с командой поставил? Так, ребят... Всё-таки плохо, да? Да? Сейчас... Он будет составлять там протокол, где-то должен расписаться... А ещё не было ничего? Не, он составляет. С учётом того, чтобы он пришли к компромиссу, да? Так как я просил вас здесь не снимать, когда вы здесь продолжаете снимать, да? Конечно. Мы сейчас пойдём в комнату... Нет. Я просто... Ну, по-человечески, да? Пойдём в ту комнату, где можно, там вы будете производить хоть на слева вашего... Давайте, давайте. Фиксировать отказ от подписей. Спасибо. Ну, всё-таки, я просил, ребят, не просто, да? Всё-таки камера здесь находится в прямом... Это вот занимаете? Да, я сейчас вам всё выеду, и будете там вот... Да, отлично. Всё понятно. Спасибо вам большое, что вы такой адекватный. Спасибо.